Привет друзья! Сегодня 24 декабря, скоро Новый год, по-прежнему нет снега, в городе сантиметр полтора, в деревне все 2 сантиметра снега, вот и жалкие морозы до минус 20, опять обещают потепление, центр Сибири становится новой Африкой, вот, то что меня приводит в недоумение и в легкий ужас, потому что непонятно, что будет с деревьями, будут ли впредь такие урожаек, вот, получилось так, мы победили мороз, а с теплом придется бороться, по-новой, как бы не по-новой, но, тем не менее, уроки продолжаются, почему, потому что по-прежнему идут письма, вы не поверите, пошли письма с дальнего зарубежья, я когда-нибудь вас познакомлю с этими письмами, там тоже не все благополучно, вот, многие стали смотреть на садоводство моими глазами, так, и это очень хорошо, хотя все равно мало, и так, значит, мы остановились на этом снимке, вот, их еще бесконечное множество, планы все более растут, потому что мне нужно ответить на тысячи писем, то есть я на них ответил в гостевой книге, в личной переписке, лежит мешок, большой мешок, знаете, которых этих, по 50 килограмм сахару-то возят с письмами, есть письма наблюдения, очень интересные, эх, что нас ждет, вопрос, надо ли это, то есть надо, вопрос, что дальше, пойдем понемножечку, смотрите сюда, вот это вот мы проходили, я целый панигирик вознес во славу китайских слив, которых нет, которые у меня, я вчера демонстрировал одну, по-моему, банку, полную, с мелкими косточками, вот этих отличных слив, и еще одних слив другого, другого вида, то есть другого сорта, вот таких банок у меня несколько, и в следующем году, если будет урожай, я их выкину, и Россия останется без этих же слив, вот интересно, да, вот, сходят легко, топчешь ногами, сходят, вот, плоды вкуснейшие, стон по всей России, вот, покупают всевозможную невероятнейшую дрянь, у меня специально будет подборка, невероятнейшую дрянь, все это сразу надо на костер, заплатил, и не несите домой, выбросьте тут же, нет, несут, теряют годы, идем дальше, вот этот урожай колновидной яблони, но это предпоследний год, потом был супер урожай, вот, ну что о предпоследнем урожае говорить, здорово, потом супер урожай и смерть, вот, надорвалось дерево, я с ним не боролся, брал с ним ветки, немножко, приходилось и эти красавцы увечить, потому что надо было кушать, что-то кушать, ну, вот, так похожую фотографию я показывал, это баргузин, вот, и тоже больше такие урожаи не повторялись, это дело не то, что дерево истощается, я вам объясняю русским языком, друзья мои, не связывайте с колновидками, с классическими, испытатели пусть пересаживают их на это, на Сибирьке, на Ранетке, в крайнем случае, о, вспомнил, будет фотография, забегаю вперед, Распопов, уникальнейший садовод, вот, он же и детский врач, здорово, да, вот, и он же и садовод, да, если это грамотнейший невероятный, я рядом с ним мальчишка по грамотности, и вот он присылал мне фотографии, а там огромные, то есть такие же по росту, я все хвастаюсь, мировый рекорд, а у него такие же колновидки по высоте, вот, привиты на Антоновку, так это гигантское дерево, ну, как, для дерева, может, и гигантское, для колновидки это супергигант, и что получается, вот эти классические колновидки на карликовых подвоях дебильных, это полный стопроцентный тупик, еще раз повторил об этом, чтобы вы знали, и не связывались, и когда я покажу вам потом фотографию, купил два штуки на рынке только для того, чтобы срезать с них верхушку, верхушку имеется в виду надземную часть целиком, и перенести на Сибирь, только ради этого, очень цинично, отдал два раза по 500 рублей, вместе с сыном посоветовались, вот, а у нас тогда только еще тысяча была, а там было разновидностью штук 8, ну, две мы купили, выбрали покрасивее название, Васюган, Президент, как сейчас помню, и они у нас дохнут, а черенки с них уже нормально развиваются в виде привитых саженцев, вот видите, какой я даю полезный совет, испытателям и людям, ну, так сказать, я это шире, а я когда говорю, если, допустим, селекционер, это узкая понятие, испытатель самое широкое, распопов детский врач, здорово, и так, значит, получается, что, договорю, вот эти вот на вертикальных побегах, на коротеньких плодовых основаниях, почему это, я говорю, первый, это был первый такой большой урожай, и он же последний, да потому что плодушки выдыхаются, не могут они, вранье это, кроме, может быть, это, я видел, единственный раз фотографию нормальную Курдимова прислал, но это, если память не изменяет, был Симферополь, а где Сибирь, а где Москва? Москва для меня почти Сибирь, как бы ни говорили, что там тепло, но для колновидок это очень холодно, вот, они истощаются, вот эти плодушки, и больше не плодоносят, это сказки, что именно на штамбе, получается, будет бесконечное плодоношение, видите, сколько я уже наговорил, не могу успокоиться, потому что лохотрон, лохотрон, направление такое в садоводстве есть, научное садоводство есть, здорово, пусть расширяют горизонты, но до практики еще ряд 100, и то, если полностью перейти, опять повторяю, отложный путь в карликовые подвои, не морозостойкие, вот, и инвалидная команда их называют. Ну что, двигаемся, так, ну, это фотография старая, тогда это было здорово, а, вспомнил, интересно, что, посмотрите, ну, яблочки, как яблочки, даже не самая красивая, не самая крупная, конечно, вкусная, но они еще, правда, чуть-чуть не дозрели, а интересно, когда я новому русскому тут же в хуторе продал эти же самые саженцы, мелбы привитые, вот, две или три, и вот когда у него они выросли, то есть дошли до плодоношения, четыре года через три, это были плоды два раза крупнее, и они были не красные, а пурпуровые, красота, вот, нет фотографий, мозгов не хватило, да, и тогда я не очень-то увлекался этим, уже саженцы продавал, рекламы хватало, сейчас у меня, тогда в городе у меня было покупателей больше, чем сейчас во всей России, на саженцы, почему, потому что тогда еще люди не опустили руки, вот, и вот эту красоту вы не увидите, и я не увижу, потому что вот этот первый урожай, он мне позвонил, говорит, Константинович, приезжай, чудо-то какое, надо же я предпринимателя не обманул, вот, и сейчас потом, а, будет скоро фотография, я все-таки не удержался, вперед заглянул, которое продолжение разговора с этим же предпринимателем, мне с ними многое было, и хорошо, и плохо с ними, потому что богатого можно было получить хороший гонорар в виде платы за саженцы, но и требования у них завышенные, ну ладно, посмотрим дальше, о чем говорит это фото, вот, это перед вами часть дерева, я его кусками фотографировал со всех сторон, да, вот, часть дерева, груша, кстати, обратите внимание, справа, я сейчас только сам обратил внимание, видите, посадки густые, справа как раз колонавит, посмотрите, красивая какая, да, вот, а по центру это дерево-сад, это груша, на которой я привил 10 сортов, потом сразу на следующую весну не проснулась, 2 с Украины, запомню только, что Украина, вот, остальные проснулись, да еще как, а верхушка, вот ради нее я его и комментирую, эту фотографию, в этом прислана мне серная конференция, я надеялся, что это конференция, вот, я тогда не думал, что, видимо, сам, тот, кто мне присылал черенки, питом, никого-то со Смолинского, или сам дает такие названия, потому что, как мне разочаровало, это самое, северный нектарин, который оказался заурядной лучей, ну, человек присылал ему крылатое название, да, вот, конечно, где-нибудь возле полярного круга оно бы звучало, что, когда лучу называют нектарином, крылатое, образное название, а я растил дурак эту, как нектарин, вот, ну, было дело, что, говорите, меня дурили, я сейчас эти съемки-то провожу, чтобы вас не дурили, и вот, внизу там, видите, желтый сорт, вот, вон, проглядывают, еще красный, а вот на верхушке этот уже северная конференция, и что я думал, я думал, конференция, а на рынках каждый год продают конференцию, вот, наверное, из всех этих рыночных саженцев, завезенных в черте откуда, то ли Западной Европы, то ли со Средней Азии, вот эта северная конференция, она, это, то есть, просто конференция, она одна из вкуснейших, крупные, вкусные груши, зеленого цвета, а у меня выросли красные, и невкусные, вот так, но сказать, что, то есть, как же так-то, я еще подумал, первый момент, они растюли, я, правда, не обманули меня, может, это нарядные Фимова, нет, нарядные Фимова гораздо вкуснее, хотя с виду похоже, вот, ну, не совсем похоже, но похоже, вообще разочарование полное, в том, что крылатое название, это еще не вкус, так, еще одна фотография красноярского пипинчика, дело в том, что обида лютая, я никакого отношения, я его не выращивал, я не садил соседям, он где-то достал, может быть, красноярский, раз это красноярский пипинчик, мой сосед, старик был сейчас, а у живых нет, хороший садовод, сад у него состоял всего из нескольких деревьев, и вот это было совершенно, я считаю, не заурядное, а не заурядное, вот, сейчас я не знаю, где еще есть эти пипинчики, вот, и где теперь их доставать, если красноярская станция, садоводство закрыто, и людей выгнали, уволили всех, вот, ну, тут, это, поплакался еще раз, для того, чтобы вы бережно относились к таким вещам, ударит мороз, погибнут все, допустим, пить минус 50, мелба погибнет, а пипинчик не погибнет, вот я к чему, вот почему я стану, стану, так вот, значит, одна история связана с красноярским научным утверждением, каким, не знаю, должен об этом сказать, почему, потому что я призываю всех выращивать самим, вот, это раз, и то, что богатые тоже плачут, это два, сейчас вы поймете, и так, и так, и так, и так, значит, приезжают предприниматели в Красноярске, еще раз говорю, до 2008 года, до этой самой экономической катастрофы, у нас в стране, это самое, еще, наверное, предприниматели хотели из отечества не выезжать, и иметь и не только красивый дом, но и красивый сад, вот, и ко мне приезжали генералы, прокуроры, судьи, крупные чиновники, генеральные директора, раз эта лавочка закрылась, и похоже на всегда, больше их и лесодоводство не интересует, то раз им не нужны фрукты, раз они не хотят, вернее, иметь сад с чистыми фруктами, значит, они просто не связывают свою жизнь с Сибирью, может, связывают с Москвой, может, с югом России, правда, там спокойно никогда не будет оттуда, обратно пошел процесс, нелегко россиянам на южной земле, при граничных областях с Кавказом, нелегко, и вот, значит, или зарубеж, 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 потянулись, но сады богатых не интересует, а я вспомнил именно этот рассказ, то есть этот случай, почему, сейчас поймете, и так, приезжает предприниматель из Красноярска, вот, да, с саженцами, и расскажет такую историю, ну, в Красноярске несколько научных учреждений, имеющие отношения с садоводством, поэтому, пусть красноярцы сами гадают, о чем идет речь, говорить не буду, так вот, значит, называть не буду, привычка богатого человека, приезжает в это учреждение, достает толстый-толстый кошелек и говорит, посадите, мне нужен сад под ключ, вы самое лучшее, вы капаете, вы привозите ко мне, вы садите, вот, вот вам деньги, ударили по рукам сотрудники этого научного учреждения, СХ, сельскохозяйственного, посадили ему сад, через год-два сад был мертв, это он меня рассказывает, чего бы он поехал, это самое, в такую даль, да еще живьем, не кого-то там послал, а сам лично, он не успокоился, он, не зная, какие были там разборки, или требования, или какие-нибудь там скандалы, были, не были, во всяком случае, он снова достал кошелек, он снова заплатил, сотрудники снова привезли ему лучшие саженцы, и по качеству саженца, и по качеству сортов, посадили, через два года сад был мертв, вот, он был в отчаянии, потому что вот такое случилось, вот такое случилось, ну, у него дом был построен, в кетрах ста от Косоярска, Косоярска не грел, может быть, виноват еще и климат, достаточно жесткий, вот, я не хочу никогда никого обнадеживать, и не зря остановил, вот сейчас видеокамера смотрит именно на Ранетку, ну, Ранетка полукультурка, как хотите называйте, вот это красивое дерево с мелкими, но вкусными плодами, получается, как научные сотрудники не смогли ему вырастить сад, хотя бы посадить так, чтобы он не погиб, поначалу хотя бы, вот, или это означает, что они сорта, ну, вроде бы, вот перед вами, должны бы подойти раз, вот, что у них умений нет, но ведь они же получили деньги, они должны были приложить все умения, они просто, по утверждению, железово, в принципе, наша наука не умеет, выращивать деревья, может, в этом причина, так, или климат там неподходящий, вот, выбирайте, друзья мои, хотите иметь сад, поняли, теперь-то к чему я клоню, ведь я уверен, что ему садили-то, не ранетки, вряд ли он их заказывал, предприниматель, ему на верную гибель садили, крупноплодные, а верную гибель, это я повторяю, или не умеют садить, или сорта неподходящие, для этого климата, или климат неподходящий, для этих сортов, вот и выбирайте, вот поэтому, еще раз глядите, на это дерево, которое мои соседи убили, просто взяли, спилили, на тот момент, вот даже, на этой фотографии видно, вот дальний план, крупноплодные яблони, а дело было так, было штук 6, у них 7-8, не помню, уже мышечных, несколько лет им было, такие 2-3 метра, дикие яблони, может, ранетки, может, сибирки, сейчас не помню, за чинность приема, я вот так бывает, ну, живу вообще без памяти, вообще, скоро сам себя забуду, аначе и слабеет, а то, что я ровно 40 приемов сделал, я запомнил, не потому, что я за деньги брал соседей же, ну, так круглое число, поэтому врезалась память, и плюс я им сад посадил, 30 с лишним деревьев, вот, за то, что они мне полсотки подарили, у них такой момент, был такой изобилие, что из-за этого изобилия, они убили эту ранетку, вот, ну, все, хватит уже это, про это говорить, а то у меня уже слезы сейчас, это, сейчас заплачу, причем искренне, вот, посмотрите на нее, так, сейчас мы ее будем разворачивать, так как ты не догадался, развернуть по часовой стрелке, во, влюбуйтесь, ну, красота-то какая, даже по ней видно, что она вкусная, ну, тот же самый пипин, я не говорю, что тот же самый пипин шафранный, ну, 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 это самое, ну, пипинчик, ну, замечательный, ну, что тут скажешь, полюбовались, но тут чего нет, и где теперь его искать, чтобы Сергей Валерьевич проникся, хочет возродить, осталось пустяк, найти его, вот, еще раз говорю, станция закрыта, я просто по аналогии, наверное, там были они, может, они и размножали, и вот та самая, красноярская, вот, а вот это вот дерево, я сфотографировал, ну, как, я тоже, я на много не обращал внимания, ну, да, я видел, что лопается кора, лопается на деревьях, ну, тот самый предприниматель, который меня похвалил за то, что он, получил, увидел, попробовал, замечательнейшее, красное мелбо, он же мне, не то, что сказал, он пришел, таким, сидит, знаете, почему у меня, а у него сад начал развиваться, почему у меня трещина там появилась, вот, да, я помню, вот этот тон недовольный, ну, потом мы все-таки, не то, что дружим, но все наладились отношения, хотя, знаете, хуже нет, когда рядом покупает кто-то, вы думаете, зря питомники не продают многие своим же, вот, я привожу крайний пример, в Минусинском районе есть питомник, из питомников, то есть, очень раскрученный, да, вот, посмотрите на карту, кому не лень, причем он недалеко, в нескольких километрах от Енисея находится, на другой стороне Енисея находится Белый Яр, районный центр, кажется, районный центр, это под Абаканом там считанные километры, вот это Белое Яро напрямую, понятия не имею, может 10 километров до 5, может 2, ну, ну, 30 и то вряд ли, потому что там все рядом, буквально, и вот товарищ с Белого Яром мне это самое, приезжает за саженцем и говорит, ну, это же, что за идиотизм какой-то, я пишу, это самое, вернее, не пишу, я звоню и говорю, можно я приеду за саженцем, мне говорят, нет, только по почте, вы представляете, друзья мои, у человека машина, человек может приехать, выкопать, может быть, даже наученный железом, там, я давно уже печатался, в местной прессе, вот, по телевидению показывали уже, и по телевидению показывала, как я саженец огромным комом земли выкапаю, ну, не обязательно питомники, вряд ли пойдут, чтобы с комом земли продавать, ну, свеженький-то ведь, он может быть в течение 30 минут выкопанный, привезенный и посаженный, ну, в течение часа, по почте, вы представляете, по почте, чтобы он там гнил, ведь я что, это самое, превозношу почту, да, гниет он в почтовом ящике, да, это же невыносимо, любой человек, я всегда, когда занимался экспериментами, или когда я предлагал новый прием, или отказывался от старых, я говорю, поставьте его на место дерева, вот и поставьте себя, запихали у вас железный ящик, деревянный ящик, типа этого самого, гроба, и повезли, посидите там, пусть это, там вам будет доступ воздуха, посидите там недельку, две, три, а потом скажите, ну это, как можно саженец довезти в течение часа, а ему говорят, по почте, или никак, и это не единственный такой питомник, и догадайтесь почему, ну да, мне давление скакнуло, когда он мне тут с таким тоном начал, почему у меня это, трещина, и повел я его по саду, по своему, говорю, вы видите, это Сибирь, вы что, захотели иметь фрукты, и чтобы дерево было глянцевое, это самое, штамп у него был, черт из два, не дождетесь, вот этот снимок сделал в моем саду, снимок старый, видите, я еще тут штамп формировал, руки бы, чуть не сказал мне оборвать, ладно, сам себе оборвать не буду, видите, раны на штампе, вот это моя страшная ошибка, она помогала этим трещинам образовываться, но даже если бы я не делал этих ран, вот этих обрезок на кольцо, это старая снимка, мне не стыдно, вот, я все прошел, это самое, я своими руками не могу успокоиться, я убил три замечательнейших дерева, кое-кто с родственников до сих пор успокоиться не может, два пипина, и один этот самый, и одну папировку, но ведь это же чудо были деревья, я северяне не избалованный, кто-то скажет, ну это с родни, как вы, Олег, сами сравните, это типа Жигуленка первой модели, вот, то есть, хорошая, надежная машинка, но, как говорится, модель уже не та, вот, середнячок, да эти середнячки до сих пор мне снятся, а убил как, вот таким путем, отрезая скелетные ветки внизу, идиот, вот себя, я серьезно, можете по каждому пальцам смеяться, говорить, железу себя идиотом обозвал, вот, ну под это понятие идиот, попадают тогда те, кто меня научил, эти раны страшное дело, ну, умнел помаленечку, теперь вас учу, теперь, по крайней мере, я не идиот, а те, кто продолжает, демонстрировать, и учить обрезки на кольцо, ну, сами им название теперь, придумайте, обидно, страшно, вот он меня воспитывал, то есть, потом я ему показал, он успокоился, и все на этом, вот, а фотографию я сделал, вот, для того, чтобы рассказывать об этом, ну, и потом я вам еще расскажу, про еще один прием, который я отношу к предательским, это бороздование, это когда дерево еще цело и живо, ему надо обязательно искалечить заранее, потому что оно искалечится, а так мы упреждаем, калечие, мы упреждаем калечение, ну, фраза идиотская, это потому что прием бороздования, тоже отношу к идиотским, пойдем дальше, но вернемся к нему, когда фотографии будут соответствующие, так, вот она родная, ой-ой-ой-ой, как давно я не видел это фото, как давно, сколько я фото, этих свежих у меня, статей есть, видеофильмов, я забыл про это фото, правда, правда, вот это и есть тот самый рекорд, калновитки, вот она, уехала, нет, еще не уехала, дело в том, что он правда рекорд, и правда, что, когда меня снималось, съемочная группа, есть большой-большой сюжет, долго снимала, это, республиканское телевидение, естественно, троих-четверых, не обманешь, этих журналистов, там, журналист, оператор, ведущий, естественно, когда я начал трясти это деревце, калновитку, еще не самую большую, вот, естественно, что под деревом не было ни одного яблочка, вот так, я еще, знаете, вот под этим, вот, слева, мел бы, вот она слева, я его, а, вот видите, там яблочко под ней лежит, вот, но это потом она упала, я еще отсюда яблоки убрал, чтобы чисто был эксперимент, чтобы меня не обвинили, в том, что, ну как, в натягивании факта, вот тогда я его потряс, вот, а фотографию увидели раньше, но увидели фотографию не эту, а годом раньше, там поменьше яблок было, вот, подлюбуйтесь, или, сибирка, вот тут она, вот уточки внизу, вот, но должен сказать, колновидки тяжелые на, это, ведь смотрите, я долго не мог понять, я еще тогда был неопытный, а только набирался ума, и при саденном хозяйстве, в статье, посвященной колновидке, с красивой фото, там, видимо, одно из сотни, или тысяч выбрали, самое самое, а потом еще умножили на количество в ряду через 40 сантиметров, на количество рядов через метр, а потом умножили на количество яблок в большом-большом ведре, вот, и получили гигантскую цифру, обнадежили нас, вот, и там была такая фраза, ни в коем случае не привать на сибирку, можете найти эту, тогда, сейчас страна шалила, когда увидели эту статью, я сейчас считаю рекламную, вот, и, в общем-то, скорее, как бы я назвать, обманчивую, так, переходим к следующей фотографии, ага, ну, Golden Daces, это еще урожай в другой год, который, возможно, и не Golden, кто бы подсказал, что это такое, мне, Осеня Якова, из сладчайших, еще раз загибаю пальцы, даже пальцы нет, я просто скажу, я все забыл, я когда-то читал про Яковлева, ученого, я все забыл, к сожалению, вот, его память будет вот в этих грушах, наверное, это лучшее его творение в моем саду, почему, потому, потому, что подвои влияют, прививка на страшных, страшно несъедобную уссурийскую грушу, может быть, влияет по-разному, на нее не влияет, наверное, сладчайшая, то есть, когда самых почетных гостей, телевидения, журналистов, редких ученых, в Сибирск, когда я подводил, то, конечно, я сразу брал их на рукав и тащил именно сюда, вот, сладчайшая, именно в моем саду, ну, это уже, тут уж как повезет, потому что рядный фильм его сильно уступает, а в саду у моего друга, где у меня сад, дублер, у Чернобаева, абсолютно сладкая нарядная фильм, а у меня все-таки немножко не та, так, лимонка, ну, полукультурка есть, полукультурка, и такие должны быть, чем полукультурнее, тем, как бы это, тем надежнее, вот, про аримататную малину я уже говорил, бабе лето, успевает, поплодоносит, месяца два, в отдельные, самые хорошие года, невозможно собрать весь вырожай, там, из, вот, 15-20 кустов, невозможно, вот, одновременно и плодоносит, и созревает, и еще цветет, игол пчел до самой зимы, вот, вот, попировка, видите, помните, я сказал, что я убил попировку, значит, я убил, взрослый, это молодежь, молодежь, а уже снятая там, после того, как я убил, лет через 10, уже доставал в другом месте, черенок, вот, а ту я убил, а потом я рассказывал, как я распилил ее на части, и впервые, в тот день, когда я взял ножовку в руки, и начал пилить поперек, я стал единственным на планете садоводом-патологоанатомом, и это, я горжусь этой редкой профессией, потому что до меня, калеча деревья, делая раны на кольцо, и другие раны, никто не имел понятия, что при этом происходит внутри, вот, а все началось с того, что я убил попереку, потом два пипина шафранных, вот, это мне, фотографии бы стереть, давление скачет, когда увижу слово попереку, давление скачет, но ради дела, не стираю ее, чтобы было о чем поговорить, вот, пипин шафранный, ой, есть у меня фотография с 37 ведрами, когда-нибудь до нее доберемся, может, к весне, Северный Сенап, я о нем рассказывал, что он ранирован, я рассказывал про замечательного садовода, вот что интересно, да, вот, страна должна знать своих героев, гигантский вклад в сибирское садоводство внесла Бойкова Галина Николаевна, ученый, кандидат наук, испытатель сотен сортов, в самых шесточайших условиях, у нее субботина климата, куда жестче моего, деревня Субботина, Шушевский район, человек прожил такую жизнь, такой вклад внес, а вот я, судовод-любитель, просто, ну, как бы мне назвать-то, такой человек неравнодушный и достаточно, как бы, любознательный, должен, ну, да, это мой долг, потому что некому, потому что, от этого, это самое, ну, кто расскажет, ну, кто, вот скажите, ее начальник, может быть, она имеет отношение, по-моему, и к этому, Мичуринскому институту, там, то ли это филиал, то ли где, я этого не знаю, этих тонкостей, но кто расскажет о таких замечательных людях, ведь, цианогорский феномен, это 30-40 лет назад, это ее станция туда, люди туда ехали, и оттуда, по-моему, привозили, и когда Саренцевик покрылся весь район, и вдруг оказалось, что все это живо, ну, не все, конечно, вот, потом, когда люди начали читать литературу, которая называется, научно-популярная, а я ее называю теперь бульварной, с презрением, и начали убивать деревья, но на тот момент, вот эта красота, и было, это, едешь по поселку Майна, большой Карак, малый Карак, центральная усадьба, поселок геологов, вот, черемушки, это бесконечные сады, это, о, я когда рассказывал про сливок, как я не рассказывал этот случай, когда я видел, огромное количество ведер, у 50-60 человек, которые одного ведра продать не могли, на рынке, сидели, видели бы эту картину, куда, что делать, я вам скажу, причин несколько, но одна из них, неграмотность, и пропаганда, дичайших способов, по убийству деревьев, поэтому я им не могу простить, вот это, что, не могу простить, что я, никогда, что я убил Папировку, и два этих самых, Пипино-Шафранных, с этого началось мое определение, стою, да, этот самый, ну, точно, как дурак, дураком, возле мертвых деревьев, и вот тогда я только увидел, что я натворил, эти раны страшные, там, где я отрезал ветки, что я натворил, замажьте краской, замазал масляной краской, раны большие, раны мелкие, еще можно замазать, кстати, это учеба продолжается, мелкие раны на срезах, ну, пусть-то вынуждены, где ветка уже сухая, в таких случаях надо отрезать, но тогда-то, мелкие раны еще можно замазать садом варом, а крупную чем? Только краской, масляной, несколько слов, я так же учу, если уж, если уж раны есть, а что мне делать, я извечил дерево, оно мне погибнет, не знаю, отвечаю я, какая рана, а вот, это, толщиной с моей ногой, или с мою руку, вот, что делать, берите густую маслую краску, отвечаю, я без всякого энтузиазма, вот, как ее зимой, может быть тряпкой обмотать, не пробовал, может правда поможет утеплить, и тряпкой, не знаю, не пробовал, вот, потому что больше я такие раны не наношу, а так, мой стандартный совет, густая масляная краска, один слой, высохла, еще слой, еще слой, но никогда, кора, дерево, это наша одежда, это наша шуба, которая защищает дерево мороза, сделали рану, все, это уже окно, да еще разбитое окно, вот, никогда не прощу тем, кто меня этого научил, вот, а мне все говорят, да не воюйте, Валерий Константинович, Чугуев умер, царство ему небесное, оказывается, он умер в декабре, узнал из разговора с совершенно незнакомым человеком, связи не поддерживали последние годы мы с ним, хотя знали друг о друге, обменивались некоторыми секретами, но дело в том, что, не секретами мы не обменились, нет, мы обменились некоторыми достижениями, и вот, значит, я почему его вспомнил, потому что уходит поколение настоящих садоводов, а Чугуев для меня, я обязан так же сказать, для меня лучший садовод, по ту сторону Урала, в европейской России, лучший из лучших, выдающийся садовод, а почему я говорю, я шашкой машу, я проклинаю тех, кто меня научил убивать деревья, он был спокойней, он учил других своим приемом, он не воевал с наукой, вот, но, и наука его не сильно-то жала, в том плане, что, вы думаете, если он придумал прекрасный способ посадки, похоже на мой, в конечном счете, похоже на мой, когда-то и до этого дойдем, вот, это не значит, что тут же перестроили все, вот, и тут же сказали, вот, видите, какие достижения у Чугуева, какое замечательное садовод, давайте, откажемся от дебильных приемов, и будем делать, ну, не называй дебильными, ну, устаревшими, скажем, помните эту посадку, ямки идиотские, вот, давайте откажемся, и это, он не воевал, но и на его способ никто не перешел, и сейчас я уверен, что если меня слышат, вот, в течение года, ну, две-три тысячи человек заглянут, сюда, вот, в этот ролик, вот, ну, человек десять из них скажет, да, мы знаем, что его способ посадки, видите, я вас как интригую, чтобы дальше смотрели мы фильмы, мы до этого дойдем, но я же не могу сразу тут же перейти на посадку, упомянув что-то еще куда-то скакнуть, идем по порядку, а я воюю, потому что мне выхода нет, вот, Чугуев жизнь прожил, многому научил всех, но никто не спешит перестраиваться на его рельсы, его посадка, замечательнейший способ, заканчивается она та же, как и мой на холмы, ну, только немножко это, а, интригую, смотрите фильмы дальше, вот, это я вам показывал, Северный Синап, я почему Бойкову говорю, почему я хвалю ее некому, вот она районировала всеми словами, сумасшедший урожай, морозостойкость невероятная, ну, как она пришлась к лицу, даже такое выражение, надо говорить, ко двору, а я говорю, к лицу сибирскому, как она пришлась, в каждом саду должна быть, из культурных яблок, ну, уже, ну, ну, лучше не придумаешь, когда плоды лежат до следующего урожая, ароматные, до следующего урожая лежат, и сумасшедший урожай, вот, ну, и вспоминайте себе реки, много у вас ее там, а, что, и название не слышали, вот, обидно, для чего Бойкова работала, она сейчас на пенсии со своим мужем, вот, спасибо, хоть я о них доброе слово сказал, вот, потому что больше некому, вот, ну, вот, нарядный фильм, еще какой-то год я сделал снимок, так, про, похожий снимок я рассказывал уже, про китайки замечательные, вот, про орехманджурский разговор был, это в другой год снимок сделан, так, единственное, что еще расскажу, хотел зарабатывать, для саженца, не удалось, никому не нужны, вот, конечно, ядрышко маленькое, конечно, но оно больше, как в лечебных целях, для лечебных целей, а по идее им надо города украшать, неприхотливые, дождикарь, что ему наши морозы, города надо украшать, у меня лежит, вон он, чуть не побежал вам показывать, вчера я сбегал на кухню, показал вам это, китайские сливы, трехлитровую банку, никому не нужных, вот там у меня мешок манджурских орехов лежит, тоже никому не нужный, вот, а их всего-то там в этом мешке, на одну улицу-то, Сибирь гигантская, никто не хочет украшать ее, такими вещами уникальными, эта фотка уже была, еще раз полюбуйтесь, вот, пришлют вам вот такое вот, сразу выбрасывать, я сказал, когда открыли посылку, я сказал, ну что вы хотели, вот, что вы думаете, врачи для того, чтобы у вас сад был, выменили с вас деньги, хотите, составляйте акт, да пошли они, вот и весь ответ, вот, этот снимок я комментировал, этот тоже, сейчас мы его немножечко, дело в том, что снимки повторяются, повторяются, и они, это, вот так, ага, здорово, этот сорт замечательный, который я, еще, еще по инерции называю, Golden Delicious, вот, про этот мы говорили, про диплоидность, треплоидность, вот он снова Golden Delicious, псевдо Golden Delicious, а вот этот снимок, я почему сделал, меня поразила необычайная красота, молодой уссурийской груши, вот, уссурийская груша, это чудо, это чудо подвое, это моя удача, вообще, вся моя жизнь, садоводческая, у меня были неудачи, потери были, ну, извините, я опять повторюсь, я убил своими руками, три взрослых, полносящих дерево, с дурей, да, но одновременно, это же и служило мне чем, меня кто-то готовил, там, я поднимаю очи к небу, кто-то меня готовил к этой роли, к особой роли готовил, вот, почему, потому что, дальше, у меня была сплошная, сделав глупость, я чему-то научился, а дальше начались сплошные удачи, целые, то есть, большинство, 90% сплошные удачи, одно из них, это как я нашел эту уссурийскую грушу, там, где уже и не мечтал, вот, я еще про нее расскажу, когда будет более подходящий снимок, а вот это пересаженное мной, соседу, тому соседу, который, как я это, я просил разрешения, я все разрешение посадил, два этих самых, манджурских абрикосов, полудиких, и вот эту грушу, все, я просил разрешение, можно на вашу территорию, у меня уже места нет, меня уже выжили с острова, дом на пожарами, так, где большой сад, а здесь, ну, дачный участок, он есть дачный участок, я давай по соседям, это самое, размещать все, все, что мог, вот, и естественно, никто их спиливать не стал, хотя груши есть невозможно, почему, потому что это мое, это с моего, это по моей инициативе, и мной было посажено, а в данном случае, я вам показываю просто, то, что усовийская груша дикая, пока она акцент необычайно красива, что она, багряным светом, ой, что тебе сказал, светет, живет, осенью, вот, красота необыкновенная, это одно из ее достоинств, оно еще и декоративное, так, пойдем дальше, вот, что-то сразу-то не соображу, сразу-то не соображу, ладно, не будем время терять, знаете, как это, все, все, все тоже, присказка из перестройщих времен, когда идет демонстрация, несет плакаты, на них написано, чего у нас только нет, пива нет, рыбы нет, хлеба нет, так вот, чего у меня только нет, я уже и не помню, что за снимок, возможно, на острове сделал, так, ну, это тот же Голден, 419 грамм, самый крупный выбрал, вот, это я уже с вам рассказывал про нее, повторяться не буду, вот она, ремонтантная, малина, бабья, лето, вот так она все второе, вот так все осень, и до мороза, вот так она выглядит, вот, полностью собрать хороший год, когда она вызревает, успевает вызревать, одно лето было холодное, и урожай был не более, чем на обычной, такой же примерно, холодный лет, и к самой зиме он поспел, а так, уже ни у кого малины нет, а здесь весь, тропа на август, и весь сентябрь, октябрь, она себе и плодоносит, собрали, через неделю собрали, собрали, еще через неделю собрали, вот, замечательные ее свойства, размножаются отводками, раньше я, Сергей Валерьевич, сейчас несколько десятков отводков, я продавал их по 300 рублей, а как легко продавать, когда угощаешь, человек подходит, руками всплеснет, вот, честная, все красное, ну, это, фото не самое яркое, но, все-таки показывает, что, человек говорит, видя вот эту красоту, да, я такой же хочу, вот, тут же выкопали отводок, я по 300 рублей эти отводки продавал, вот, деньги брал не зря, лучший способ размножения, избавилась, Бог, меня всегда удивляет, когда вам продадут семена, ой, клубники, земляники, семена, могут продать, любой ягодной культуры, имеется ввиду, кустарниковая, господи, не вздумайте растить, сразу, одичание, вот, еще, это, вот, видите, 500 грамм, это, значит, я вешал его, вот, это еще крупнее было, того, 400 граммового, здорово, да, вот, замечательная вещь, вот, ну, это, тоже из посылки, я уже комментировал, похожую фотографию, вот, это железо, это я, вот, так вот выкопал, комом земли, в коробку поставил, человек, и это еще обрезка впереди, впереди обрезка, это осень, листики уже жухнут, не потому, что я выкопал, а потому, что уже начинается, это, листопад, они уже начинают жухнуть, вид не очень товарный, ну, потом половина будет отрезана, знаете, в чем моя была беда, прививка на, обычно, двух-трехлетний подвой сибирки, да, приживаемость, я их уже приучил, нормально, это не самый мощный саженец, у меня вырастали, выше моего роста, и у меня была беда, если приглядитесь, потом еще будут фотографии, вот это плодовые веточки, вот я курсором покажу, сплошь, и я смотрел, и учитывая, что у меня получалось как, ну, естественно, я за взрослого дерева, беру черенок, естественно, с нижней части ветки, это мой принцип, и прививаю в самое основание, вот видите, вот место прививки, где вот тень, вот это место прививки, все нормально, вырастает саженец, взрослый, вот тут-то уже, заметьте, прививка приближает подношение в несколько раз по срокам, обычно я читаю лекцию, да, вот, и здесь, в отличие от сеянцев, в отличие от неудачи, когда берут ветку, не оттуда, откуда надо, то есть фрагмент берут выше основания, намного выше, середина ветки, вот там другие вступают в действие правила, там нарушена программа, а здесь я говорю, не бойтесь раннего плодношения, почему, да, потому что она обречена на раннее плодношение, это обречена, двух-трихлетний подвой, подвой берется, это у меня всегда в 100% случаев при корневой отводке, при корневой отводке имеет возраст мамы, а раз он имеет возраст мамы, а мама тоже была при корневой отводке, она имела возраст бабушки, а бабушка это, это так называемое, вот эти вот, дерево, которое мы называем сибиркой, которое сотни тысяч поколений только при корневых, оно может быть миллионнолетним, да, я не преувеличиваю, мы не отслеживаем, мы не можем отследить так глубоко их родословно, может быть, когда-то мама 100 или 20 лет назад, или 100 лет назад, а может быть, 500 тысяч лет назад, может быть, их мама была и семечка, ведь дерево же отразмножается, пусть очень эффектно само себя отводками размножает, переходя с места на место, ищет лучшее место, лучшие доли, но оно еще и гигантское количество семян дает, поэтому у них может быть любой возраст, 500 тысяч лет, 50 тысяч лет, тысячу лет, вот, 100 лет, 20 лет, мы не знаем, но я беру только отводки, так, вот, отводок получается, если мама, то есть прабабушке было 500 тысяч лет, получается отводок тоже 500 тысяч лет, поверьте, не шучу, или я по-другому говорю, он не имеет возраста, сразу взрослый, и вот у нас сразу взрослый, там где вот стрелочка, видите, там подвой, берем ветку со взрослого дерева, с нижней части взрослого, фрагмент вырезаем из нижней части ветки, прироста последнего года, который раз я уже повторяю, но по-моему не зря, и получаем взрослую ветку, мы из нее делаем штамп, а почему, а я в тысячу раз говорил, эта ветка боковая, по происхождению, сразу покрывается плодушками, вот они, иногда зацветают, чаще уже на следующий год, бывает сразу зацветают, человек привез, у него сразу раз уже пару листиков, покажу вам редкие фотографии плодоношения первого года, то есть вот уже, когда вот, сейчас это осень, первая осень его жизни, прививки, а уже вот тут уже яблочки висят, в нижней части, и такое бывает, правда редко, и я к чему это говорю, обратите внимание, на эти плодушки, у меня головная боль, если я вот так отрезаю, несмотря на мощный ком, бывает несешь его, прямо это, видели фотографии, прямо за штампой держусь, и ни одна это, не осыпается земля, мощный ком, учу садить в этой же коробке, учу садить, так, чтобы вообще, вынимая какую-то часть земли, все равно теряешь, пусть немного, посадка в коробке, посадка по всем правилам, север, где был там север, юг, где был там юг, корневую шейку не закапываем, дураков нет, и проблема только одна, где же тут найти, блин, вы поняли, к чему я с каменом отклонил, где тут найти веточку, эту почку, которая называется ростовая, вот, и тут получается так, обычно в средней части, вот тут плодушки, вот, тут плохо видно, потом мы найдем снимок получше, а кто сказал, что я завтра продолжу съемки, когда с такой жизнью, то сердце скачет, то, это самое, голова кругом идет, вот, поэтому я тороплюсь, что я тороплюсь, объясняю, вот эта вот часть, это уже плодушки, тут, здесь уже веток, почек ростовых нет, вот тут, вот тут, вот тут нету, и получается, теперь, вам предлагается два варианта ответа, вот, здесь начинаются ростовые, это обычно вот таких саженцев, вот здесь, 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 тогда, раз уж я приказываю сам себе укорачивать, где я буду укорачивать, вот тут, оставляя единственную, ну, две ростовые почки, или даже 3-4, чтобы был скелет, хотя бы отсюда начался, так, или, нет, три варианта ответа, или вообще не трогаю, ну, ком земли гарантирован, приживется 100%, или все-таки обрезаю, но два варианта обрезки, или тут, или, вот тут есть еще почечки, вот тут еще ростовые есть, до, а вот, смотрите, видите, вот эта ветка, это плодовая ветка, это не ростовая, это не скелетная ветка, а на следующий год покроется, она будет расти, но медленно, она покроется плодушками, помните, я у вас учил, что, эти самые, ой, я все-все, отвлек, а то еще уйду еще в одну сторону, опять начну с подчинения, так вот, варианты, тут отрежу, тут отрежу, или вообще резать не буду, если бы до моих лекций большинство из вас видят прекрасное сажение с мощным ковом земли, вы бы сказали, я вообще резать не буду, жалко красоту такую, это не мой вариант, и вот это не мой вариант, отвечаю, железо отрежут вот тут, вот, и когда отрежут тут, только это дает, уже в следующем году, за короткостью, мощнейший рост, низко расположены, вот, кроны, мощнейший рост, нескольких веток, и одна все равно устремится вверх, верхняя почка, всегда перестраивает программу, быть бы ей всю жизнь боковой, низко наклоненной, стоит ее сделать верхушечной, и она устремляется вверх, перестройка программы, еще раз говорю, кажется, что я калечу дерево, я его спасаю, почему, вот, представляете, пересадка, вот, все казалось бы хорошо, и все равно, получается, недоразвитый скелет, если мы не делаем сильную обрезку, ну, еще что-нибудь покажу, наше время, наш час, запланированный, истекает, а вот тот же голден, видите, ему это, ему и зима-то пофигу, честно говоря, ой, как мне повезло, что это морозостойкое, очень зимнее яблоко, еще раз говорю, псевдоголден, вот, видите, у нас так часто бывает, еще и листы не опало, уже зима началась, вот это уже настоящая зима, если тут, я сейчас помню прекрасно, как вернулась весна, ой, весна, вернулась, так, и оттаяло все, то вот здесь уже не оттаяло, и это слива, где, чтобы показать, деревья в Сибири полностью не успевают сбрасывать листву, не успевают, смотрим, слива китайка сбросила, так, вторая слива тоже китайка почти сбросила, так, яблоня зимняя не сбросила, яблоня колновидная, до весны вот так с листьями висит, вот, именно это говорит о том, что наши яблони, колновидки, не районированы, знаете, началось, когда это, обратная волна, а, у вас не получается, а, мы вам обещали огромные урожаи, метровых, полутора метровых палок, вот, воткнутых в землю, гигантские урожаи, а у вас не получилось, ну, знаете, мы не виноваты, у нас, это же реклама была сделана, да, у нас хищнически поворовали полусырые, ну, в виде черенков, поворовали полусырые сорта, уже частный сектор их налепил, этих саженцев привали, на чем попало, вам продавали, результаты из-за этого плохие, вот, если бы вы брали в специализированных учреждениях, вот, ребята, они правы на половину, на вторую половину, что в специализированных учреждениях, тоже их товар не годится, вот так это я говорю железу, вот, ну, вот, еще любуйтесь, вот это уже зимний сад, это уже после мороза, уже осенью вернулась, вот, у нас, кстати, вот так часто бывает, небольшой снежок, несколько сантиметров, и за этим что следует? Правильно, потепление, снег растает, и бьют морозы, вот, морозы мы помаленечку приучаем свои деревья, вот, что-то еще напоследок покажу, вот, убей меня бог, я не помню, что это у меня за сорт-то такой, тоже почти полкило, наверное, у меня его уже и нет, вот, а, ну да, господи, во память-то девичья, одна из самых крупных моих этих, жигулевских, вот, прощайте, 500 деревьев жигулевских, сожженных на острове, вот, вот это я выбрал, одной из самых крупных, оно по справочнику гораздо мельче, ну, действительно, средний у них вес-то был грамм 200, скажем, вот, не каждую, все-таки, сорт считается осенне-зимним, не каждую, он созревал, не каждую даже, дозревал до темно-бордовой окраски не каждый год, не каждое лето, но когда дозревал, получались, и на отдельных деревьях получались таких, их красавцы, их можно было вегетативным способом сохранять вот эти огромные плоды, если бы делать выбор еще, но ребята на мотоциклах свое дело знали, сожгли.